Меня зовут Коваленко Алексей. Я сегодня буду рассказывать про некоторые стороны React Native. И я сразу перейду к следующему слайду, чтобы объяснить, почему я это буду сегодня делать и чем это мотивировано. Ну, зовут меня Коваленко Алексей. Я Software Engineer или JavaScript Developer, или как хотите так и называйте, в Виксе. Вот есть ссылочки на GitHub. Я там иногда open source занимаюсь. Twitter я не веду, но на всякий случай написал. А вот справа вы можете увидеть приложение, которое, ну, это гифка, приложение, которое мы пилим два года в Виксе. И это приложение написано при помощи React Native. Оно, естественно, как бы мультиплатформенно. То есть Android, iOS и симуляторы. Вот. И маленькая предыстория этого приложения. До этого приложения, до февраля 2016 года, получается, у нас были некоторые приложения. Они были на стейке написаны, ну, как каждый для своего. Для Android одно приложение было написано, другое было написано приложение под iOS. И, естественно, эти два стека разных, они абсолютно писались разными программистами. И в какой-то момент, как раз после выхода React Native, Виксе решили все перечеркнуть и сделать новое приложение и использовать React Native. И мотивировали они React Native тем, что, а, это мультиплатформенное приложение, технология, которое позволяет избавиться от разницы между кодом под разные платформы и плюс… Извините, я немножко сейчас переключусь. И плюс самое важное — это то, что программистов для написания приложения на React Native нужно… Ну, как бы нативных программистов не так много, как JavaScript программистов. Потому что в React Native в основном пишется вся бизнес-логика, а нативная часть уже делается благодаря библиотеке, которую когда-то выпустил Facebook. И вот сегодня, благодаря тем двум годам, у меня где-то в голове сложились некие выводы о React Native, как о технологии, насколько она зрелая, насколько можно ее использовать, и насколько она может быть вам так или иначе полезна или, наоборот, мешать. Вот. И поэтому начнем с определенных проблем в React Native. Я не буду рассказывать, как работает React Native, потому что я так понимаю, что вы должны были быть с ним знакомы хоть чуть-чуть. Давайте так проверим. А кто знаком с React Native? Отлично. А кто пишет программы с React Native? Хороший вопрос, да. А кто здесь нативный разработчик? iOS. 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 Интересная суть. Никого. А Android? Android тоже. То есть все фронтэнщики, да, грубо говоря, JavaScript девелоперы. А кто здесь не программист? Поднимите руку, просто интересно. Класс. Я не знаю, что я буду рассказывать, но надеюсь, будет понятно. Вот. Итак. Ну, в общем, тогда вкратце, ну, тем, кто не знает, как работает React Native. React Native, в отличие от его предшественников, таких как Cardova, PhoneGap и Titanium, и там очень много-много было разных технологий, он не рендерится в WebView, да, он, то есть не использует на настоящей HTML и CSS. Он как бы берет React, то, что рендерит React JSX, да, там Shadow DOM и так далее, и так далее. Все это через Bridge посылает в нативную часть приложения. iOS — это Objective-C или Swift, если хотите. В Android — это Java или Kotlin. И уже там внутри у них есть собственный движок, который преобразовывает вот этот Shadow DOM, и все определенные команды преобразовывают в настоящие view, то есть нативные, реальные нативные view с нативными всякими свойствами, плюшками и так далее и тому подобное. И единственная, скажем так, ну, как бы не единственная проблема, но единственная, которую я посчитал самой главной проблемой, это проблема асинхронности общения между JavaScript логикой и React Native, нативной частью. И из-за этой асинхронности у нас возникают такие вот проблемы. Первое — это interaction, то есть общение пользователя с вашим приложением. То есть иногда, если у вас слишком большое приложение на React Native, пользователь будет видеть как бы нереспонсивность экрана, то есть он не увидит, как кнопочка нажмется, или он не увидит, как у него откроется очередное окно, и он увидит какой-то глюк, а потом окно появится без анимации, без ничего и всего остального. Это если большое приложение в дебаг-моде. Видите, зачастую такого, конечно, не бывает, но где-то там под капотом сидит вот эта вот жаба, которая квакает. Следующее — это жесты. Жесты тоже относятся к асинхронности, потому что вот представьте, что вам нужно написать приложение, которое так или иначе должно реагировать на много пальцев. На пальцы рук и ног, и чем хотите, тем нажимайте. И вот вам на это нужно отреагировать где? Ну, не в нативной части вы ее не пишете, вы пишете в JavaScript, JSX и все такое, и бизнес-логика. И вот пока оно до туда дойдет, оно дойдет до брежа, то есть это достаточно как бы основательный такой дилей получается, временной промежуток, который по сути он там 300, 200, 100 миллисекунд, вы его не замечаете, но чем больше таких вот, ну, как бы жестов, больше анимаций на это все, больше изменений данных, вы это начнете все больше и больше ощущать. Следующее — это анимации, естественно. Анимации все мы хотим с вами, чтобы анимации были гладкими, 60 фреймов в секунду, а то и больше. И проблема в том, что мы, вернее не так, мы можем это иметь в React Native, но проблема в асинхронности. Либо мы пожертвуем по промежуточным этапам анимации, которым, допустим, мы хотим от пункта А до Б мы должны переместить шарик, и мы хотим где-то в серединном моменте получить какой-то ивент и что-то сделать. То есть должен отработать бридж. И вот этот бридж, он сделает асинхронную операцию, скажет вашему JavaScript, что вот я здесь, отреагирует. И это тоже асинхронность рождает некий конфликт, и получается, что либо у вас есть от А до Б анимация, которую вы запускаете и реагируете на стоп, и у вас 60 FPS, и все хорошо. Либо у вас есть промежуточные этапы, но тогда ваш FPS в зависимости, опять же, от размера вашего приложения и размера логики, которая запустится в тот или иной момент, будет проседать. Доходя до того, что вы просто увидите первый и последний кадр, и больше ничего. Опять же, это при определенных условиях. Я надеюсь, у вас такого никогда не будет, но у нас такое бывает. Вот. Еще одна проблема, которая связана с асинхронностью. Но это больше не визуальная асинхронность, а асинхронность, которая свойственна Shadow DOM в React и в React Native. Это листы. Листы — это одна из основных частей мобильного приложения. Все мы знаем, что у нас в Facebook листы, у нас в контактах, списки, списки, много списков разных. И вот эти списки, они как бы должны очень быстро реагировать на изменения пользователя. То есть то ли он хочет удалить что-то, то ли добавить, то ли как-то проскроллить, то включить поиск, то вернуться назад, особенно тапнув два раза по времени, как в айфоне, когда что-то возвращается. И в нативной части есть такая штука, она называется… Сейчас вспомню. Reusable Cells она называется, то есть переиспользуемые ячейки, которые… В iOS это точно есть, в Android тоже, мне кажется, есть. Recycle View, да. Это означает, что нативная часть, она как бы рендерит вам не весь ваш список с тысячами строк, а именно с 6-5, ну сколько влазит скрин, столько там будет показывать. И вот… И потом оно их меняет, и плюс это все происходит синхронно. То есть в какой-то момент, когда ваш скролл подходит к следующей ячейке, оно синхронно, не пропуская анимацию, не пропуская ничего, оно показывает вам следующую ячейку, а потом запускает все остальное. В React Native у вас асинхронная операция JavaScript, асинхронно обращается к нативной части, в нативной части синхронно получает команду, и эту команду она рендерит. То есть в какой-то момент при slow-mo анимации вы 100% увидите при скролле ячеек списка, что последняя ячейка, несколько ячеек, они будут сначала белыми, и через секунду, ну или цвет вашего бэкграунда, и через секунду оно будет появляться данные. Та же штука происходит при анимации скринов, то есть любое изменение огромного количества view вызывает данные лаги. И вот если вы знаете, кто знает FlatList? Все знают FlatList в React Native, да. Это как бы оптимизация вышла в последних версиях React Native, оптимизация над ListView, которая как бы там есть виртуалайзер, есть какая-то оптимизация вот этих вот переиспользуемых ячеек, но если вы будете очень быстро листать список с, ну не знаю, сколько там, тысяча, две тысячи, ну даже много, 300-400 больших роллов, таких вот линий, то вы увидите, что у вас сначала появится некий белый экран, кусок белый экран, а потом вьюхи его догонят, то есть они постепенно-постепенно появятся. И это тоже проблема связана с асинхронностью. И, в общем, там очень много таких проблем с асинхронностью связанных, но есть еще проблемы без асинхронности, которые не связаны с асинхронностью. Это проблема, допустим, runtime exception, ошибок, которые в нативной части, в нативной разработке, они не возникают. То есть если, ну как бы понятно, что если к вам с сервера придут неправильные данные, они возникнут, эти ошибки, но зачастую все такие глобальные ошибки, они отлавливаются на моменте компиляции. В JavaScript, ну в React Native такого нет, потому что у вас, ну если вы TypeScript туда не подключили, у вас JavaScript, который обладает такой сущностью, как runtime ошибки. И список этот достаточно велик, но при этом у React Native есть одно глобальное преимущество. Он позволяет очень быстро писать приложение. Реально, такой скорости, ну я пишу чуть-чуть на Swift под нативную часть. То есть если писать по-правильному под iOS, без всяких сторибордов и юишных дизайнеров вот этих вот, получается достаточно долго писать это все. На React Native, причем при хорошем знании JavaScript, при половине того, что в NPM сейчас миллионы библиотек, которые вы можете использовать и не заморачиваться, и нативные, и ненативные модули есть, какие угодно. Грубо говоря, ваше приложение — это конструктор тех вещей, которые вы можете найти в интернете. Конечно, не стоит этим злоупотреблять, но тоже можно. И что бы я хотел вам рассказать дальше? Дальше я бы хотел вам… Ой, сейчас подсмотрю. А, да, вот. Дальше я хотел бы вам рассказать про… Наверное, не про то, что там плохо или что там хорошо, а про то, что в момент написания вашего приложения было бы прикольно использовать вам… Ну, не то, что как бы если вы уже пишете приложение там какое-то время, как вот мы там год-два, то очень… Неправильно написал? Составляющие, отстань. Вот. И это… Если вы пишете старое приложение, то, конечно же, я ему не советую сразу переметнуться на то, что я вам покажу сегодня. А вот если что-то новое будете начинать, то то, что я вам сегодня покажу, достаточно интересные штуки, которые будут полезны и ускорят вашу работу в несколько раз, раз, я надеюсь. Итак, составляющие… А, да, applications. Вот. Составляющие приложения. Первое – это… Ну, это… Как бы я так разделил приложение. Оно, конечно, состоит из гораздо большого количества слоев, но то, что я предположил, это такие четыре части. Навигация, State Management, Data Handling и ViewLogic. То есть что из этого у нас приходится на JavaScript? В принципе, все, да? Кто из вас использует javascript-овую навигацию в React Native? А кто использует нативную навигацию в React Native? Окей, а кто не использует навигацию? Мне интересно. Я понял. Вот, окей. И давайте начнем с навигации. Навигация – это первая часть. Я объясню, почему она важна и почему я делил это отдельным таким вот уровнем. Это то, что разработка под мобильное устройство – это не разработка под веб. Это логично, да? Обvio. Капитан очевидности. Вот. И любое приложение мобильное состоит из таких вещей, как скрины, ну, грубо говоря. Если мы будем говорить про нативную разработку под iOS, именно там в X-коде, как полагается, и откроем дизайнер, то первое, что мы делаем, это добавляем вью-контроллеры. Это такие вот части приложения. И в каждом вью-контроллере мы показываем какую-то логически законченную часть приложения. То есть это если, допустим, взять какое-нибудь приложение Facebook, то вы там открываете, и у вас первая страница, которую видите, первый табулят, да, такой, это список постов, да, там второй — это ваши друзья, там, контакты и так далее, все, что связано с контактами. И вот такие вот части, плюс от каждого, каждый скрин, который вы нажимаете на кнопку, открываются очередные какие-то вьюхи, то есть скрины, так называемые. И вот эти вот вещи, они, есть составляющие приложения. Это, грубо говоря, не веб-сингл-пейдж-аппликейшн какого, да, вот сейчас более популярно все еще, я думаю, когда у вас одно большое приложение, вы там скроллите что-то, и там данные как-то меняются и так далее, и так далее. И бывает такое, что вы даже не переходите никуда больше, а если нажимаете на меню, то у вас меняются какие-то части одной и той же страницы. Даже не вся полностью страница перерендеривается, а только какая-то конкретная часть. Так вот, понятное дело, что в мобильном приложении так же можно сделать, но кроме этого все логические части, они вынесены в отдельные скрины. И вот навигация, она призвана сделать именно вот это вот, переходы между этими логическими частями или скринами. И вот на сегодня навигации есть в React Native две, да, джаваскриптовая навигация и нативная навигация. Вот так. То есть джаваскриптовая навигация, она эмулирует поведение нативных, настоящей нативной анимации, навигации в iOS и в Android. То есть что это получается? У вас есть по-настоящему, под капотом у вас есть только один экран. И все остальное, как и в вебе, происходит в одном месте. То есть ваши скрины, они как бы меняются в одном и том же контейнере, да, скажем так, но джаваскриптом. Отсюда получается, что вся анимация, она джаваскриптовая. А про анимацию я вам говорил, да, она там бывает лагает. Вторая часть — это жесты. То есть вот эти вот бэк-жесты, когда вы по iOS проводите по краю окна и пытаетесь вернуть, вернуться на скрин, она как бы уже есть подобные имплементации на джаваскрипте, но они все-таки джаваскриптовые. Тут мы возвращаемся к проблеме жестов, да. Плюс, если мы говорим про React и Shadow DOM, представьте, что у вас 10 окон, 10 скринов в приложении, которые все рендерятся в один root view, в один контейнер. И это означает, что ваш Shadow DOM постоянно как-то меняется. То есть он большой, там должен же быть этот Virtual DOM comparison, этот вот весь там. И как бы вы постоянно пытаетесь работать с одним и тем же деревом. И, ко всему прочему, вы такое же дерево, грубо говоря, дублируете в нативной части, и оно работает, также пытается сравнить, что вы там изменили, на уровне Android iOS. И если в iOS нет там особых проблем с этим, благодаря архитектуре какой-то там iOS, то в Android, допустим, есть проблема с количеством view и не то, чтобы там запрещено там 10 view рендерить одновременно, но они выжирают очень много памяти телефона, и поэтому в iOS есть там такая штука, в Android есть такая штука, она после того, как вы послали команду по бриджу в нативную часть, она как бы понимает, что у вас там где-то view есть, рассчитывает лояутом, есть у них такая штука, называется yoga, она занимается расчетом лояута, то есть где какая точка находится на экране, где какой контейнер. И вот после этого всего, как только посчиталось, Android запускает еще механизм оптимизации, чтобы убрать лишние view. Если ваша view это просто какой-то там padding margin, который отодвигает основной контейнер, контент от другого контента, оно уберет эту view, добавив вот эти вот расстояния уже во внутренние, в эти дочерние элементы. И вот представляете, что когда у вас много скринов, и вы все время запускаете одно и то же в одном и том же месте. То есть это как бы, может оно и не сильно бьет по глазам, но по сердцу бьет очень сильно. И вот этот JavaScript понимание, я просто покажу вам, как это работает. Это как она на самом деле работает. То есть если… Работает эта штука. Вот эта вот часть, root view controller, это нативная часть. То есть React Native нативно создает одну view, ту, которую я говорил, root view controller. В нее создается просто root view. Это как примитив, у которого есть там какой-то метод, типа рендер или как-то так, который начинает расчет всяких вот лояутизаций начинает. Отсюда, вот в эту штуку вовсю, вот она двухцветовая, рендерится JavaScript-овое приложение. И все остальное начинает рендериться в JavaScript. Вот это все. То есть если у вас tab container, то есть два таба на скрине, то у вас два таба, каждого из них какое-то количество view, вы плюс в каждом табе вы можете сменить скрин, переместиться с одного в другое место. Это все происходит в JavaScript. И это, ну, как бы оно работает. Если небольшое приложение, то в принципе проблем с этим не будет. Почему? Я потом расскажу, там дальше будет слайд, о том, какие преимущества есть у JavaScript-имплементации. Сейчас покажу, как работает нативная часть. То есть то, о чем я говорил. То есть нативная часть, есть на сегодня две популярные библиотеки. Одна из них была создана у нас в компании, React Native Navigation. Вторая была стырена и переписана к компании Airbnb. И она местами лучше чуть-чуть, местами хуже, чем наша навигация, но работает по принципу одинаковому. То есть принцип такой. У нас есть root view controller. Это просто как бы стартовая страница, стартовая часть вашего приложения, в которой есть tab container, нативный tab container. То есть вот эти табы внизу, они нативные, переключение между скринами таба тоже нативное. Все, что внутри этих табов, инициализирует каждый свой root view, то есть отделяя потоки javascriptа друг от друга. И в каждом из них уже начинается свой javascript контент. При этом, если вдруг вот здесь вот в табе вы вызовете скрин нативной навигации, то вот эта штука, она тоже будет не в javascript, а она вместо вот этого или рядом с ним создаст еще один root view, в который попадут уже вот эти вот вьюхи. То есть, грубо говоря, вся навигация, она будет нативная, и как бы посредством тех же механизмов, которые есть в React Native, вы общаетесь с другими скринами, со стейтом вашего приложения и так далее, и тому подобное. И давайте поговорим о преимуществах javascript имплементации, но они такие натянутые на самом деле. Это то, что вы можете там поменять, в принципе, все. То есть от присутствия хедера на скрине, так и отсутствие его там. Табуляции могут быть какие угодно. Нужно это или не нужно, я не знаю. Ну, как бы iOS ваше приложение может не пропустить в AppCenter, потому что там есть определенные рулы создания приложений. Анимацию тоже можно менять. То есть так как мы, допустим, не нативные разработчики, мы не можем поменять, самостоятельно создать анимацию между, нативную анимацию между нативными скринами. А в javascript мы можем сделать какую угодно анимацию. Чуть ли не там, я не знаю, запустить скрин у друга на компьютере. Ну, к примеру. Вот. Ну, и expo совместим. Кто знает, что такое expo? Отлично. Чуть больше, чем навигацию. Вот. Expo — это для тех, кто не знает. Это как бы контейнер-приложение для React Native. То есть вы туда просто свой javascript фигачите, и оно работает. Вот. В принципе, это все, что я мог о нем сказать. Теперь нативная имплементация. Что вне их положительного по отношению к React Native, к javascript-овой анимации? Платформа навигейшена iOS Android. То есть что это означает? Это то, что это нативная навигация. То есть она работает так же, как в любом приложении нативном Android. Ну, это плюс, несомненно. Вот, к примеру, вот это автоматическое изменение стиля навигации. Ну, как бы, опять же, притянуто за уши. Не факт, что оно поменяется. Но, к примеру, вот когда вышел 10-й iPhone, да, у него изменилась высота баров. Если на всех моделях предыдущих высота верхнего вот этого бара, где title пишутся кнопочки, была 66 пикселей, то у нас стало 86 пикселей. И так же она увеличилась внизу, в бар таба, таб бара, вот это вот, она тоже увеличилась. И нативная навигация автоматически изменила этот размер. Ну, так или иначе. Вот. Понятное дело, что производительность у нативной навигации лучше. То, что я вам показывал, это вот все эти javascript-штучки, которые мешают нормальному перформансу. Да, и вот, собственно, про библиотеку React Native Navigation я хотел вам рассказать, что в ней такого есть, чего бы я ее советовал вам, как первое, да, must-have, использовать. Это, кроме всего вышесказанного, это то, что, ну, во-первых, можно сделать сингл и таббит аппликейшн, просто настроив это как декларативно JSON, ну, грубо говоря, объектик передать в навигацию. И оно зарегистрировать туда скрины и создать сингл таббит апп. Есть там модалы Lightbox. Он, короче, там, в принципе, есть все, что есть в обычной нативной навигации. Но это все контролируется и управляется javascript-ом. И еще там, как бы, есть такая штука, называется, я назвал ее просто, на самом деле это просто синхронизация вашего состояния приложения с разных rootview, потому что там свои React Native rootview в каждом контроллере сидят, view-контроллеры, и как-то между ними нужно синхронизировать состояние вашего приложения, как бы сделать один скоуп приложения, чтобы можно было с разных скринов реагировать на одни и те же изменения данных. Ну, и ивенты, скрин-ивенты тоже удобная штука. Это когда вы в javascript-е знаете, когда показался ваш скрин, как, ну, когда он исчез, когда вы перешли на другой таб и так далее и тому подобное. То есть удобная штука. Опять же, вы можете изменять кнопочки, там, добавлять, удалять, как бы то, что должно быть везде. Ну, и вы можете изменять их стили, шрифты, размеры, грубо говоря, и также добавлять в навигацию кастомные компоненты в хедеры. То есть, если вы знаете, видели, есть в приложениях такие фильтры, нажимаете на хедер, там открывается какой-то очередной этот модальчик, в котором вы можете что-то изменить. Вот. Это про навигацию. Странно. У меня два раза скрин-ивенты был. Окей. Так, следующее, ищу, к которому не ищу, а часть, к которому я хотел бы перейти, это апстейт. Что такое апстейт? Кто мне скажет, что такое апстейт, по-вашему? Кто вызовется? Поднимите руку. Отлично перевел. А кто еще? Что это означает? Состояние приложения. Вот. Ну, как бы у меня есть субъективное понимание этого вопроса. Я не хочу вам ни в коем случае его навязывать, но я считаю, что состояние приложения — это состояние приложения. Это состояние, которое отображает конкретно приложение в определенный момент времени. То есть, что было сделано в приложении и что на что повлияло. Как-то так сказал. И на сегодня у нас есть несколько способов в реакте. Мы сейчас пока перешли в контекст реакта. Все здесь знают реакт? Окей. Перешли немножко под крышу реакта, потому что дальше будет только, в принципе, JavaScript. И вот апстейт. Мы обычно чем… Как мы управляем апстейтом? Как мы его видоизменяем? Как мы его менеджем? У нас есть классическая архитектура Flux, которая была создана Facebook. Это архитектура какая-то. Там есть диспатчеры всякие, экшены и так далее. Есть редакс определенная, имплементация Flux более функциональная. Концепция взята из Elma, если я не ошибаюсь. Вот. Такое вот моно-стейт приложение. Такое массивное, если у вас массивное приложение. Потом есть MobX, Relay, RxJS, Alt, Reflex, Cycle и так далее. Их, короче, очень много. То есть я их просто выписал так вот, чтобы показать, что их много. Вот. Поговорим мы о самых интересных в них, да? Первое — это Redux. Кто из вас использует Redux в своих приложениях? Окей, круто. Извините за то, что я сейчас скажу. Вот. Redux — отличная штука. Мы сами используем его у себя в приложении. Но есть нюанс. Во-первых, Redux, он… Как бы он диктует свои правила, да? Вам нужно очень много… Если вы создаете новое приложение, вам нужно запутстрапить очень много в Redux. К примеру, вам надо, ну что там, добавить Store, добавить Provider, добавить коннекторы во все ваши модули, которые должны так или иначе связаться с вашим стейтом. Плюс у вас появляется middleware, которое даже… Одно middleware — это очень такой жесткий перформанс, просаживать достаточно жестко, потому что на каждый из ваших экшенов он вызывается там и так далее, и так далее. Возможно, вы этого никогда не чувствовали. Возможно, вы это чувствуете, не знаете, с кем поговорить. У меня есть телефончик, я вам оставлю психолога. Он потом вам поможет. Вот. Но как бы в целом Redux — это классная функциональная штука с иммутабельным состоянием и с тайм-машиной. Кто пользовался хоть раз тайм-машиной Redux? Помогает? Отлично. Рад за вас. Вот. С огромным количеством вариаций его использования. Ну, в общем, скажем так. Я считаю, что это слишком многословно и слишком сложно настраиваемо. То есть человек, который новый в Redux, он может взяться за голову и долго въезжать. Плюс еще въезжать во все экшены, которые у вас есть, во все свойства, которые прокидываются в редюсеры, во все комбайн-редюсеры, во все реселекты и так далее и тому подобное. MobX. Кто из вас использует MobX? Два человека. Три. Да, MobX не такой старый, как Redux. Он более новый. Позитивная сторона MobX в том, что он… Ну, в чем? Ну, в том, что он observable. Ну, observable. То есть у вас есть объект, который в принципе знает, что его кто-то поменял. И тот, кто на него подписан, он знает, что его поменяли и обновился. Это удобно. Не надо создавать кучу всяких flow типа Redux, извините, тех, кто пользуется Redux. Но в MobX тоже есть свои нюансы. Во-первых, там очень много фичей. Не знаешь, какая тебе надо, какая не надо. Ни у кого никогда не возникала проблема, что у вас настолько много фич, что вы думаете, что вы делаете что-то не то, потому что не используете и треть из них. Вот. А вот MobX, он как раз такой. Я, когда открываю документацию MobX, у меня аж пот бросает. Вот. Плюс он очень императивен. Я так и написал. Почему? Потому что для того, чтобы им пользоваться, вам нужно лезть внутрь компонентов. Вам нужно лезть во все, чтобы как-то там создать обсервер, как-то его подключить, чтобы он как-то там реагировал. Ну, ваши компоненты на это реагировали. Поэтому MobX тоже нет. Relay. Кто из вас использовал Relay или использует? Отлично. Хоть один. Relay очень круто, но не сегодня, извините. Для тех, кто не знает, что такое Relay, не стесняйтесь, незнание это хорошо. Окей. Супер. Relay тоже штука, изобретенная, грубо говоря, Facebook, как игра в QL, если я не прав, киньте меня камень. А Relay это такая тоже библиотека или подход, который позволяет GraphQL-ные схемы цеплять на ваши компоненты и они как бы живут отдельной жизнью от приложения. Ну, каждый из вас. И они становятся очень reusable, круто, там все оно построено на мутациях. То есть вы, если меняете что-то на сервере, то GraphQL должен сам автоматически обновиться, значит, что он обновляет и ваш компонент. И наоборот, если вы что-то меняете на клиенте, то он сам все шлет на сервер. Ну, грубо говоря, да. Но для этого должен быть GraphQL-ный сервер, для этого должен быть GraphQL-ный клиент, и тогда ваша жизнь превратится в рай на земле. Вот. А это то, что я хочу вам презентовать. Remix. Remix — это детище, которое родилось в нашей компании. Как ни странно, да? Я не все буду показывать с нашей компанией, так что не переживайте. И вот Remix, он такое, как бы небрачное дитя, Mubix и Redux. Почему? Во-первых, он построен на… Как это правильно сказать? Observable. Короче, он построен на вот этих вот штуках. Плюс, в принципе, на самом деле под капотом он построен на ES6-прокси. Все знают прокси ES6, кто ими пользовался? Кто пользовался проксией шестыми? Один, два, не поднимаю, знаю. Три. А, окей. Прокси. Что такое прокси? Короче, это новая фича в ECMO-скриптах, которая позволяет вам взять любой объект, массив или объект, естественно, засунуть его в такой объект прокси и засунуть туда еще описание трапов. Трапы — это действия по умолчанию, которую вы обычно делаете с объектами и массивами. Допустим, вы меняете свойства. Это такая штука, которая set называется. Вы достаете свойства, это называется get. И так далее и тому подобное. И вот когда вы цепляете прокси, вы можете отреагировать на любое из этих вот вещей. То есть если кто-то попросит у вас из объекта какое-нибудь свойство, типа имя, дай мне имя такого-то человека, этот прокси понимает, что попросили это свойство, запускает ваш коллбэк и автоматически может что-то сделать. Вернуть ему другое имя. Допустим, попросили имя, а очень логично вернуть фамилию, к примеру, да? Или там попросили, вы написали приложение банковское, там скинуть тысячу рублей, а скинули себе 10 гривен из них. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть это прокси, на которых построен ремикс. В принципе, на них построен и MobX. И что в ремиксе от редакса? От MobX это то, что ноль boilerplate, вам ничего не надо сделать, просто импорт, и вы готовы его использовать. Ну практически. Что от него у редакса? Мы сейчас посмотрим. Во-первых, чем обуславливается ремикс? Вам нужно создать store. Store — это ваше состояние. Это обычный объект, который оборачивается в ремикс. То есть его делают абсервы болыми. Вот так надо показывать, мне сказали. Когда у вас есть это состояние, вам нужно на него просто навесить геттеры и сеттеры. То есть что происходит, когда вы сетите что-то новое, и что происходит, когда вы пытаетесь запросить что-то. То есть вернуть какое-то свойство или записать какое-то свойство. Все. Дальше то, что от редакса в нем осталось или пришло, это вот, собственно говоря, вот эта вот часть. MapStateToProps и Connect. Все знают с редакции эту функцию? Как бы, да? То есть, собственно говоря, это и все, что вам нужно сделать для того, чтобы вот этот вот ваш компонент начал слушать изменения в этом store. То есть вам не нужно никаких провайдеров подключать, вам не нужно подключать, в принципе, ничего, ну, создавать что-то где-то в основном файле, что-то инициализировать, добавлять какие-то санки, да, допустим, там, для синхронности или там, я не знаю, что еще можно подключить. Извините. Вот. И в принципе вот этот store вы можете менять обычным JavaScript. То есть в любом месте вашего приложения, в любом… То есть вам не надо посылать экшен какой-нибудь, да, грубо говоря, который пойдет куда-то, будет проверяться и будет что-то там мапиться. Вам просто достаточно взять getter вот с этого слайда, да. Сейчас покажу. Вот этот вот. Просто сказать setters.setloading и передать сюда true или false. И все. Ваше приложение перерендерится в все те части, которые слушают вот это вот… вот используют этот getter из loading. Окей, тут понятно. Можно дальше? Спасибо, что разрешили. Так. Дальше data handling. Что такое data handling? Когда мы говорили о состоянии, я забыл упомянуть, что данные, которые вы показываете, они не особо относятся к состоянию. Это моя субъективная точка зрения. Если хотите, со мной можете поспорить. Почему они не относятся к состоянию? Потому что эти данные мимолетны. Особенно в мобильных приложениях они мимолетны, потому что они обычно отображают данные из интернета. И пользователь обычно хочет видеть последние данные. То есть если это, опять же, тоже приложение Facebook, мы хотим видеть последние посты. Мы постоянно дергаем pull to refresh, чтобы обновить. В Instagram мы тоже постоянно пытаемся что-то новенькое видеть. И хранить в нашем приложении, в AppState, такие данные, это, во-первых, дорого по перформансу. Во-вторых, вам постоянно нужно дергать ваш AppState, что не есть правильно. И поэтому Data Handling я бы вынес в другой слой. Слой, как в вебе принято базу данных, только это обычно принято на серверной, вот часть в вебе. Кто использует базу данных в вебе? Index.db, да, я так понимаю? Я имею в виду в фронт-энде. Вы храните данные в браузере пользователя. Кто хранит данные в браузере пользователя? Извините, неправильно. Никто. Окей, а кто слышал об Index.db? Окей, а кто ее использовал? Два человека. Три. Окей, круто. Ну, тут о Index.db не будет ничего говориться, поэтому не страшно. Вот, и получается такая штука, что вот все ваши списки, там, друзей, ваши to-do-листы и все остальное, это те вещи, которые мы постоянно пытаемся изменить. Мы что-то с ними делаем, мы их помечаем как закончены, мы их переназначаем на другое время, мы там удаляем, добавляем, мы все время с ними что-то делаем, и мы это должны отображать не в AppState, потому что AppState нам должен показать. Пользователь залогинен? Да, нет. Последняя дата обновления базы данных? Окей, пусть будет. Есть ли у пользователя права на использование этой фичи, чтобы постоянно ее отображать или не отображать? Мы это называем экспериментами. То есть такие вещи у них могут храниться в AppState, потому что они вам нужны всегда и везде. Если ваш пользователь не перегружает ваше приложение, а бывает такое, да, пользователь мобильное приложение сворачивает в трей, и оно там висит месяц. Потом он приходит, а оно у него не включается, потому что React Native. Вот, и он обновляет его, не сворачивая, не убивая, а потом открывает его, а вы уже половину кода поменяли. Вот, ну реально. В React Native вы можете пушить over air, ну, по воздуху изменения всем раздавать, и ваше месячное приложение, оно абсолютно может быть не похоже быть на сегодняшнее. А у него вот та вот штука. И вот в этом вот дело, в том, что вы… А вы храните еще списки, а списки вообще меняются очень часто, если это какое-то социальное приложение. Поэтому хранить их стоит в базе данных, потому что если пользователь там обновит приложение или закроет-откроет его, можно синхронизировать как-то и так далее. Итак, вернемся к нашему разговору. Так, что React Native предлагает с коробки? Async Storage. Это Key Value Async Data, Data база, хотел сказать, база данных, которая основана, по-моему, на SQL Lite под капотом и какой-то там еще штуки по доступности. Это так написано у них на странице. Key Value — это как Local Storage. Знаете Local Storage? Отлично. И вот это как Local Storage, то есть простовато, нам не подходит. Firebase. Кто слышал, пользовался? Давайте, кто пользовался? Все пользовались. Отлично. Firebase не сегодня, извините. Но очень крутая штука. Если кто не знает, советую почитать, посмотреть, попользоваться. И Realm. Кто слышал про Realm? Кто видел его? Кто щупал? Никто, да? Так, Realm. Что такое Realm? Будем смотреть. Realm — это очень старая, ну, как очень так, в порядке вещей, да? То есть не так, как цивилизация, но старовато. Это база данных, Object Related, как бы основывается на объектах, вот, нативных объектах. То есть она нативная. На самом деле Realm, он для Android, iOS. Ну, еще для каких-то, я не знаю, для чего еще. И вот они выпустили, как бы для React Native выпустили модуль, который позволяет пользоваться Realm. Native Objects — это объекты, которыми она манипулирует. То есть это не SQL. Не MySQL, не MSSQL, не SQLite, вообще не SQL, короче. ZeroCopy — это означает, что вы достали объект с базы данных, вы его не скопировали, то есть вы его меняете, и ваши изменения автоматически идут в базу данных. Они как бы моментально синхронизируются. Live Object Pattern — это, опять же, относится к предыдущей части. Если вы поменяли свой объект, это означает, что где-то там ваше приложение его использует еще, и эти изменения должны там же отобразиться. Ну, в смысле не должны, они там отобразятся, то есть они там тоже будут. То есть ваши изменения распространяются на все ваше приложение. Нет такого, чтобы оно где-то там инкапсулировалось в какой-то одной определенной части. Вот. Ну и так далее. Там очень много штук. И вот фичи, которые в нем есть, в принципе, фичи, которые есть в любой абсолютной базе данных. То, о чем я… Зачем я это сделал? Ну ладно, неважно. Модели. Понятное дело, это, ну, JavaScript-объекты, кстати, тоже построены на AppServable, ну, этих на проксях JavaScript-овых. Крут, понятно, создание, удаление, апдейты и чтение, или там вообще этого нету слова. Квейри, понятно, что можно делать запросы, типа достание что-то, эквивалентно чему-то, или больше, меньше, или бы не равно, так далее и тому подобное. Есть нотификации, то есть если у вас что-то изменилось, вы можете прицепиться, ну, как бы навесить лист на нотификацию и как бы реагировать, ваше приложение может реагировать, естественно, на изменения в базе данных, не надо ее постоянно опрашивать. Миграция означает, что если вы поменяли какую-то схему, вот эту вот объектную схему Realme, вам нужно будет ее мигрировать. И если Realme поймет, что у вас другая схема, не такая, как была до этого, оно вам скажет об этом, и оно не захочет работать, это плохо. Вот. Это про Realme. То есть мы в следующих частях доклада, я постараюсь ускориться, будем еще возвращаться к этой теме, а сейчас перейдем к view и логике. Так, что у нас есть в view и логика? View и логика в React. Кто скажет, что такое view и логика в React? View и логика. Ну, если мы… да, скажи. А если астрагироваться от редакции? Да. Да, да, да. Окей. Спасибо. Все верно. И вот еще кроме этого логика у нас иногда содержится в компонентах. Ведь так, ну, чтобы понять какая-то визуальная, ну, view-логика, скажем так. Что нажать, что открыть, что куда пустить и так далее и тому подобное. И тут почему-то я хотел вам сказать, чем отличается stateful от stateless. Кто-то не знает, чем отличается stateful от stateless? Окей, расскажу потом. А component is pure component. Это те части в React, которые доступны. Это чтобы синхронизировать наши знания с вами и чтобы все говорили были на одной, как бы, этой полосе дистанции. State with props. И посмотрим теперь на примеры stateful и stateless. Вот это вот stateless компонент, в котором нет ни life cycle, нет жизненных циклов, в нем нет, в принципе, ничего. Он единственное, что выполняет, это сухую view role. То есть он просто возвращает нам рендер. Просто делает рендер в зависимости от props, которые к нему приходят. У него также не может быть референсов. Короче, в нем ничего нет. Он просто stateless, dump, как хотите, так и называйте. Stateful же компонент. Во-первых, понятно, что у него есть state. А во-вторых, у него есть life cycle. У него есть референсы к детям. И, ну, как бы, в принципе, у него есть определенный способ определения, обновлять ему у себя или не обновлять, и всякие там дополнительные методы, которых нет в stateless компонентах. Как бы я, ой, я за то, чтобы использовать вот это вот. Везде и всегда, повсеместно. И как это сделать, я расскажу попозже. И это рабочий будет проект, который я вам покажу. В смысле, получено на практике. Окей? По крайней мере, я потом расскажу. Теперь компоненты vs pure компоненты. Кто знает, что такое pure компоненты, просто поднимите руку. Окей. Окей, окей, окей. Для тех, кто не знает, pure компоненты… Тут написано, в принципе, да, что это я. Короче, pure компонент от компонента отличается только способом обновления. То есть если у компонента, если вы не указываете ему shoot component update, то он будет апдейтиться всегда. Если pure компонент в свое время определяет сам shoot component update, вот примерно такой, то есть он проверяет, пришли старые, новые пропортии. Если новые пришли, он обновляется. Естественно, вы можете это переписать, но я бы не советовал. Вот. Это компонент vs pure компонент. Дальше. State vs props. Тут ученые Британии до сих пор воюют с вопросом, что лучше, props или state? Что использовать, state или props? Я скажу так, что, во-первых, в stateless компонентах state не существует, поэтому мы используем в любом случае props. Но иногда state нужен как воздух. И без state мы не можем, допустим, с вами… Нет, мы можем, конечно. Redux там и все такое. Но мы не хотим этого делать, потому что мы, допустим, когда мы используем какую-нибудь форму делаем, да? Была такая история с React-формой. Может, она придуманная мной, может, нет. Первая версия React-форм была сделана на Redux с помощью, собственно, Redux. И были очень жесткие проблемы с перформансом из-за того, что постоянно большие формы тягают, таская, постоянно ходили через Redux. Поэтому чувак переписал это на state. Если я не прав, скажите, чтобы я хоть никому не больше не рассказывал. Кто-то может меня спорить, нет? Хорошо. Я люблю быть правым. Итак, state нам нужен. Допустим, вам у вас есть input. Вам нужно в этот input забить текст. Пока пользователь не закончит вбивать текст, лучше это хранить в state, обновлять state, потому что гонять props, тот же React, менять все состояние, проходить все круги ада, которые проходятся в Redux, или лезть в MobX, или так далее, и тому подобное, нежелательно, потому что это локальные изменения, и пользователь может посреди ввода передумать, он же такой у нас, и не дописать слово, а вы потом его и не угадаете. Вот. Особенно по первой букве. Вот. И как бы state зло, он работает дольше, чем props, но по сути он нужен, и без него жить очень сложно. Следующее. Recompose. Кто слышал о Recompose? Раз, два, три. Кто использовал Recompose? Раз. Отлично. Я фанат Recompose, сразу признаюсь, буду продавать вам эту технологию, эту библиотеку. Что такое Recompose? Recompose — это библиотека higher-order компонентов, то есть компонентов высшего порядка. Кто знаком с функциями высшего порядка? Ну, не надо за всех, я, допустим, не знаю, что это. Вот. Функции высшего… А это компоненты высшего порядка, да? Это те компоненты, которые берут в себя другие компоненты и что-то с ними делают. Значит, на самой странице Recompose написано, воспринимайте это как load-dash для React. То есть это определенный набор функций, которые позволяют вам утилизировать определенную логику и выдать это все за функциональный, грубо говоря, подход. И, собственно, вот композиционные компоненты — это, грубо говоря, функциональная часть тоже, да, где-то там присутствуют, композиции каких-то. Вот как мы там в функциональном программировании композируем функции, так мы можем композировать компоненты. То есть представьте, что у вас есть какой-то компонент, который вы хотите докидать функции. Вот, просто докидать. Что мы сегодня делаем без этой библиотеки? Мы берем компонент и пишем, ну, конструктор, там, бла-бла-бла, пишем какую-то функцию, и там в нее что-то фигачим. Потом пришло время добавить функционала в этот компонент. Мы берем, делаем еще одну функцию или разбиваем компонент под множество других компонентов, но в них тоже добавляем свои те или иные функции. Так вот, в Recompose это можно делать в одном месте, абсолютно не затрагивая сам корень JSX, вот этот, да, сам Stateless компонент. Поэтому я вот это и написал. Позволяет разбить полностью логику, view-логику, я не говорю про там сервисы, хождение в интернет и так далее, а именно логику, которая связана со Stateless, с изменением view. И все. Вот так вот выглядит примерно Recompose компонент. То есть ваш Base компонент — это просто Stateless функция, ну, Stateless компонент, который возвращает JSX. Вот эта штука enhance усиление, да, оно усиливает наш компонент впоследствии. То есть пока его здесь нет. То есть мы берем Compose, с него передаем vState, то есть добавляем состояние. Map Props мы можем перемапить property, так или иначе, да. И Pure мы потом его превращаем в Pure Component. То есть из компонента в Pure Component, чтобы у него был shallow comparison этого property. И потом наш сам компонент. Мы засовываем в нашу функцию enhance Compose, который у нас получился. И вуаля, у нас получается компонент, который мы можем отрендерить. И все. И когда нам что-то понадобится, вот второй пример, да. Когда нам что-то понадобится, мы можем обновить именно… А что мы так… Сейчас, секунду. Тут не все влезло. Давайте я импорт уберу. Вот. В любой момент мы можем так или иначе докинуть функцию сверху, докинуть функцию снизу, убрать функцию, сделать что-то еще. Это очень удобно. Нам не надо шариться по большому количеству кода. Вот. Тут тоже такой пример. Есть Base Component, который мы хотим показать в случае, если у нас пришли какие-то данные. И вот есть компонент loader. Обычно мы с вами что можем сделать? Это мы в функции render говорим, если что-то props is loaded, вернуть now, вернуть объект, а если нет, то вернуть там другой объект с preloader. Тут мы создаем функцию, которая принимает у нас какой-то предикат. Brunch — это функция из библиотеки Compose. И вот этот предикат мы передаем сюда. Как Brunch работает? Brunch берет… У него три аргумента функция. Во-первых, все функции в этом, в Recompose, они карированы. То есть их можно постепенно наполнять аргументами. Итак, Brunch у нас принимает предикат, принимает еще две функции на самом деле. Первая из них — это render component. Вот это, скажем так, левая часть. Если это будет true, то сработает левая часть. И третий аргумент — это правая часть. Если это будет false, то сработает правая часть. То есть отрендерится либо левая часть, в зависимости от условия, либо правая часть, либо первый аргумент, либо второй поднизу. Теперь мы берем вот этот spinner with logic, передаем вот он, передаем в него просто предикат. Вот этот вот. Дальше эту штуку всовываем в Compose. Тут же у нас есть connect. Неважно, какой это connect. Redux, Remix, ваш самоописанный. Абсолютно неважно. И отсюда, вот отсюда, base component. То есть в эту функцию попадет вот эта штука, в которой будет где-то там isloading false true, потому что у нас что-то грузится. И вот здесь вот в этой функции оно посмотрит. Ага, isloading true. Верну-ка я вот эту штуку. Вернул. И как только у нас connect обновится, ну там что-то сервис какой-то отработает, скажет в true isloading false, enhance опять перехватывает это свойство, говорит, ага, false, рендери мне вот этот компонент. И вот так вот оно функциональненько нам генерирует как бы вот эти вот все изменения в render view и так далее, и так далее. Вот. Теперь я хотел бы показать вам чуть-чуть кода. У меня есть чуть-чуть времени. Готовы? Окей. Да, и руки. Я водички глотну. Меня видно? У меня не надо видеть, надо на код смотреть. Так, я не буду программировать, честно. Очень медленно напечатаю. Так, у нас есть приложение. Всем видно? Это, чтобы не соврать, react-native приложение. Честно. Вот тут есть всякие его части. Что оно умеет? Оно умеет смотреть кино. Ну, в смысле, что, что, discover, ну, просто discover. Смотреть список фильмов из DemoviDB. Знаете, такой сервис есть там, типа, этого, кинопоиска, только тот, который можно. Вот. Search, ну, классический search. Тут можно посмотреть терм, там написать какую-нибудь… Ну, тупит, конечно, жестко. Вот. Ну, вот такая вот штука просто, да. И этот фильм, посмотрели, можно вот нажать на кнопочку плюсик и добавить его, ну, чтобы посмотреть, да. Вот. Есть такое приложение, ToDo Movie, по-моему, или как-то он называется. Я, в принципе, истырил оттуда эту штуку. Ну, чтобы показать, не придумывая что-то. Вот, мы нажимаем сюда плюсик, очистили поиск, он не обновится, естественно. Если мы пойдем в ToWatch, то мы увидим наш списочек, вот этих штук. Отсюда мы тоже можем посмотреть кино, которое мы выбрали. А, ну, также мы можем его пометить как Watch. Оно перешел сразу сюда. Можем Unwatch сделать и можем удалить. Окей. Давайте добавим пару фильмов, чтобы посмотреть, что оно все-таки работает. Вот этот добавим. Очень обожаю «Пираты Карибского моря». Семь раз смотрел. И я здесь был. И все. У нас есть по одному фильму в каждой коллекции. Окей. Теперь давайте перейдем к коду. Во-первых, с чего мы начинаем наше приложение? Это наше приложение начинается с файлика index.ios. Index.ios. Почему ios? Потому что под Android я его не писал. Не то, чтобы я не люблю Android, а я его не люблю, а просто вот под iOS привычный. Итак, navigation. Первое, что я не буду сильно поддаваться в подробности, я все это рассказывал. Navigation — это нативная навигация, которая с React Native Navigation импортируется. Здесь у нас есть три таба. Мы их можем видеть справа. Правильно? ToWatch, Discover, Search. Каждый из этих табов, у него есть ссылка на скрин. Как мы регистрируем скрины? Переходим в функцию Register Screens. И здесь у нас есть просто импорты наших компонентов, да, джаваскриптовых, которые мы регистрируем как скрины. Ну, я использую как компонент, но можно тут регистр... А, нет, у нас в навигации нет регистров скрина, у нас есть регистр компонентов. Здесь у нас есть некий namespace и сам компонент, который возвращается. Если мы перейдем на Screen Discover, то здесь мы встретим первое упоминание о нашем reconnect. Извините. Во-первых, это recompose, как вы видите, потому что у меня здесь нет никакой view, никаких, да, JSX. Есть тот loader компонент, который я вам показывал. Вот он. И тут есть, используется remix, то есть этот connect, он у нас импортируется с remix. Вот, видите. Давайте зайдем в remix и посмотрим, что такое getter. Getter – это то же, что я вам показывал. Точку запятую забыл. Там аж поговорить. Вот. Тут есть просто initial state, наш, да, и есть какие-то setter и getter. Как мы делаем setter и getter, мы сейчас тоже придем сюда. У нас есть initial load, обычная функция, которая лоадит наши фильмы. Вот это вот, да, оно идет в интернеты. Ну, на самом деле, на мой node-сервер. У меня есть какие-то тут темпоинты. Оно идет в наше приложение. Ай, я потерялся. Где я тут был? Вот тут вот. Оно грузится, а вы этим его, да, как только оно загрузилось, мы в App Store сказали appstatus true. Все, приложение загрузилось. Если мы очень быстро перейдем сюда и обновим нашу страницу и не упадет xcode, то вы видели preloader, да? Вот это он как бы и есть. Он ждет, пока обновится наше приложение. Отсюда. Вот наш, получается, compose, рекомпоза. Есть connect из ремикса и наши функции, которые позволяют нам как-то там что-то мапить. Load more — это хендлеры, это функция, которая позволяет создавать, ну, понятное дело, он клик, behavior всякие там, хендлеры, которые у нас в props попадут вот в этот компонент. Здесь обычный JSX, да, мы видим. Stateless функция, в которой есть какие-то компоненты. Есть в properties, есть переданные просто ему все возможные properties, от которых мы зависим. То есть таким образом мы вот эту штуку превратили в скрипт, да, и в скрине у нас есть вот навигация. Он как, когда вы создаете с помощью React Native Navigation приложение, ваши props прокидываются навигацией по умолчанию. То есть основной объект, который вы можете менять скрины. Когда мы нажимаем push, делаем push, мы передаем просто ID и title, и пока будет грузиться наш этот, мы будем видеть, соответственно, просто title. И как, давайте перейдем на этот скрин, попробуем. Тут та же фигня, по сути. У нас есть setstatic, это наши navigation style, да, что там где-то там бармены должны были спрятать, там background color поменять вот этот вот. Также у нас есть didapir, это event, да, который, когда у нас показывается скрин, он делает запрос, сразу же начинает делать запрос в интернет, отдай мне информацию по этому фильму. И setmovie приходит у нас в props. Откуда приходит setmovie? Это вот отсюда, видите, state. То есть это в state. Потому что нам, в принципе, переиспользовать данные о фильме больше нигде не придется. Зачем их хранить где-то в состоянии или там, и так далее, да. Если мы уйдем со скрина, и все умрет. А мы этого и хотим. Только John Wick не умрет. Вы же видели, да? Вот. Ну и, соответственно, есть всякие там остальные методы, которые мы хотим. Он back, он plus, всякие вот эти штуки. Это то, что касается навигации и recompose. Тут все понятно, да? А теперь я хотел бы показать вам последнее. Это использование базы данных и как это работает. У нас есть action, и тут ничего нет. Зачем я это открыл? У нас есть сервис, и вот есть real. То есть вот, собственно говоря, наш real. Как он выглядит? Мы создаем схему какую-то. И инициализируем схему real. real, instance real, да? И передаем в него схему. Real, если схемы нет, он ее создаст. Как бы пустой, да, таблицу. Если схема есть, он как бы подумает, а классно есть, работать не надо. И уйдет в отпуск. Вот. Дальше у нас какие-то методы есть абсолютно безжизненные. И есть методы управления. Допустим, add movie to storage. Что мы делаем? Мы добавляем, берем title, image, release date и movie ID из фильма вот этого, который мы достали. Берем наш real, открываем сессию в райта. Говорим real create, создаем новую запись. И вот это хак на самом деле, потому что в последней версии real ивенты, которые после записи, они отрабатывают первый раз с пустым полем. Ну, просто пустые. Значение не возвращается, это плохо. Поэтому у меня здесь слетела вот эта штука. Вот. Поэтому надо делать вот такой хак. Это асинхронные все действия, то есть их promise like действия, которые можно, собственно, авейтить и так далее. Это мы добавили. Когда мы change movie watch status делаем, мы берем просто movie. Вот видите, где мы его ищем? Мы его ищем вот здесь. Мы просто получаем get real movie по схеме. Вот object и схема имя movie. Она нам возвращает объект, которым мы обычными JavaScript командами, а тут ладешем, да, ищем instance entity с каким-то ID. И просто ставим там watch, из watch. То есть мы меняем. И то, что я вам показывал, что, во-первых, это zero copy. То есть у нас нет копии. Оно автоматически попадает в базу данных. И так как у нас это изменение происходит в объекте, оно обсервится. И вот этот write, второй это опять же хак, но обычно первый, он нашему слушателю говорит о том, что у меня что-то поменялось, обновить что тебе там надо. И как мы это используем, если мы зайдем на screen? To watch, к примеру, да, это вот здесь вот есть connect realm. Такая штука, как и connect у редакса, да, или у ремикса. Но она хуже, потому что я на коленке написал буквально перед этим мероприятием. Что она делает? Она берет схему нашу, определяет, берет эти property. И как бы на вот эти вот property, на вот эти вот, оно вешает события, что вот на этой части схемы, таблицы, слушай, что там что-то поменяется. Как только оно поменяется, обнови мне property, пожалуйста. То есть я показывать код не буду, стыдно. А вот, то есть это фильтрация обычная, watched false, watched true и так далее. То есть мы получаем отсюда наши вот эти вот штуки. Здесь два, здесь один, да, потому что мы здесь высчитываем в опробсах обычные количества. И уже в компоненте вот в этом мы отображаем watch amount, там watched и movis amount. И теперь, когда мы меняем что-то вот в этом скрине, это у нас что? Это у нас watch list. Во-первых, этот скрин у нас самостоятельно коннектится к реалму. Ну, чтобы не гонять туда-сюда данные через пропсы, мы можем автоматически всегда подключаться к нему. Как бы он нигде не вызываем, поэтому как только его вызовут, он подконнектится к реалму. И по нашим пропсам, которые мы передали, true или false, ну, то есть был нам список просмотренных или просмотренных, он просто получит записи, отсортирует их по времени добавления, и у нас этот списочек появится. Там дальше одна и та же функция типа open movis screen. И вот эти вот экшены watched или delete, они уже, вот если delete from list, то вызывается delete movie, который, соответственно, у нас где-то в сервисе работает с реалмом. И, ну, и, собственно, с добавлением навигации, в смысле с change watch status происходит тоже только с change movie watch status функции. И сам компонент у нас выглядит вот так вот. То есть тоже pure. Я тут даже не поленился, написал проб-тайпа. Вот. В принципе, все. Он работает только с пробсами, инкапсулированным, не в состоянии ничего. Это то, о чем я говорил, что вот если сильно заморочиться с recompose, то можно делать очень крутые штуки, при этом ваша view, она не пострадает, и когда вам что-то надо будет поменять, там, стиль, или просто, там, не знаю, поменять одну кнопку на другую, там. Это все будет делаться в одном месте. Это может делать отдельный человек, и он ни в коем случае не родит, там, merge conflict, который, там, был у вас бы в другом случае. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотел показать. Это приложение вы через месяц можете скачать с App Store. Я шучу. Ну, конечно, 50 баксов. Оно же популярное уже. Вот. Ну, хорошо, покажу вам два хока. Это, кстати, очень интересная штука, потому что хоки реакомповзовы, они на самом деле делают очень много вещей, о которых вы можете не подозревать, и лучше не подозревать, потому что, когда, ну, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. К примеру, вот этот хок, он преобразует наш компонент в класс, да? То есть, на самом деле, под капотом, это не компонент, не stateless компонент, а полноценный компонент, у которого есть лайф-циклы и все остальное. Но для среднестатистического программиста в нашей команде, который не любит лазить в чужой код, ибо страшно, он не будет догадываться. Нет, догадываться, конечно, будет. Ему там подскажут. И он как бы не будет думать об этом, и ему будет легче жить. А тут происходит что? Тут мы просто берем onNavigationEvent, императивненько добавляем в наш компонент, и дальше мы просто используем это как функцию где-нибудь, где я вам уже показывал, искать не буду. Вот. И также, допустим, connectRealm обещал показать. Вот показываю. Это тоже некий хок, у которого есть компонент. Он возвращает в rapt компонент, да? Создает, то есть он не создает новый компонент, он рендерит тот, который вы передали, но в него передает прям пропсы, супер пропсы, а супер пропсы — это вот те вот штуки, которые вы получаете с реалом. Собственно, таких компонентов я написал уже очень много, показывать их не имеет смысла. Но это очень просто, не отличается от повседневной жизни React-девелопера, но впоследствии, если в это вложить немножко силы эмоций, то получаются очень прикольные штуки, которые абстрагируют вашу логику и абстрагируют ваши штуки для других людей. Вот, я все закончил. Если есть вопросы, я с удовольствием вам отвечу на них. Если нет вопросов, я с удовольствием сам их придумаю и отвечу на них. Так что лучше задавайте. Первый. Такой вопрос, возможно, как условия прозвучить, вот в 9 или выше, когда не появится какой-то аналог моды, который сможет разворачиваться на телефоне. Объяснил такой вопрос, я просто разрабатывал под электрон, при этом, что за них круглая реакция. И на электроне, в принципе, очень удобно, потому что разворачивается такой небольшой сервачок, на него можно закачать одно из миллионов MPM-ов их решений, оно все заработает, а если слогать реакцию, по крайней мере, все, которые я читал, пишут, что реакция не может подтвердить зависимости, связанные с нодой. Это правда, и это не утопия. Я не буду называть названия, я их реально не помню, но есть очень старый проект, он уже не поддерживается. Это версия ноды, по-моему, была еще один какая-то там, и она работала под iOS нативно, как Core, а сейчас они вернулись к разработке, сейчас кто-то там делает, пилит настоящие, ну, последние ноды уже обновляемые будут, реально Node.js будет запускаться под JS Core в iOS, ну, и, соответственно, в Android тоже. Кстати, в iOS, по-моему, больше проблем с этим, чем с Android, но как бы будет. Так что это не утопия, это уже работает, просто Google помощь, как говорится, там все написано, я читал, я просто объясню, откуда знаю, я писал приложение под телевизор, ну, Apple TV, и у меня, мне надо было торренты качать, не записывайте это, вот, и вот, чтобы их как бы выкачивать, было несколько решений, это использовать уже готовые iOS проекты, которые, одни из них не поддерживаются, другие из них мозга не хватает понимать, и использовать JS решения, такое, как Perflix, да, такой есть пакетик, ну, просто веб-торрент, библиотечка, которая качает торренты под JavaScript. Но в итоге мозгу хватило на лип-торрент, сишную библиотеку, и только потому, что JavaScript не запустился под iOS. Если бы запустился, я бы, наверное, использовал все-таки веб-версию. Вот, ну, такая ситуация, да. Второй вопрос, да. Чередовать будем. Есть еще у кого-то вопросы? Да, хорошо. Вопрос подключения, да, наверное, то есть это нативный модуль, поэтому React Native link сначала делаем, а потом просто в JavaScript импортируем его. А он нормально линкуется и к Android, и к iOS.